Кроме того, особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможностей переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. В Украине есть биологические исследовательские центры, и мы беспокоимся, что сейчас российские военные могут их искать, чтобы получить над ними контроль. Мы работаем с украинской стороной над тем, как она может защитить любой из этих исследовательских материалов от попадания в руки российских войск. Я уверен, вы в курсе, что российская пропаганда уже вбрасывает всевозможные виды информации о том, что они раскрыли план Украины выпустить биологическое оружие в стране под руководством НАТО. Если случится происшествие или атака с использованием биологического или химического оружия, у вас есть сомнения в том, что за этим на 100% будут стоять русские? У меня нет сомнений, сенатор, и это классическая российская техника обвинить другого в том, что они планируют сделать сами. Теперь, как работает пропаганда? Они просто возьмут эту фразу и будут использовать. Не верите? Если бы деятельность биолаборатории на Украине не остановили сейчас, их развитие стало бы бесконтрольным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Что же это за такие лаборатории, которые должны были прийти в движение по уничтожению тех материалов, с которыми они работали в случае экстренной ситуации? Очень просто. Это те самые пункты американских, подчеркну, военных экспериментов в биологической сфере. Это полностью меняет картину вовлеченности США в судьбу Украины. Это не просто инструмент влияния. Это не просто инструмент сдерживания. Инструмент прямой угрозы нашей стране. В Минобороны России рассказали, что биолаборатории сворачивают быстро в надежде уничтожить доказательства того, что Киев и Вашингтон нарушили конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия. На территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий. Мы обратили внимание, и мы не можем не обратить внимание, на усиление непосредственно американского биологического присутствия за рубежом. Причем мы бы хотели такого же внимания от Вашингтона, которое бы они сфокусировали на собственной ответственности на данном направлении. Вот в том числе речь идет о бывших советских республиках, где под предлогом борьбы с биотерроризмом в рамках осуществляемой Министерством обороны США программы «Совместное снижение угрозы» организуются биолабораторией двойного назначения. Минобороны России сообщают, что стали известны подробности проекта UP4, который якобы реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Его целью было изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. Были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через Россию. Вот еще один пример, как они действуют. Они просто взяли и пустили видео в обратном направлении. И в это кто-то верит? Украинский сапер несет СВУ бутылку с зажигательной смесью на детскую площадку. Россия-24. Экономические санкции для России не проблема. Макдональдс. Сто процентов российское сырье. Заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо, закрываются. Но только завтра там уже должен быть не Макдональдс, а у дяди Вани. Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены. Почему у меня вечно все списывают деньги за какие-то подписки? Почему, блядь, запретили Липтон? Нет, что буду, чем буду питаться, блядь. Не Липтона, не Доритес, не Макдональдса. Это блядь. Еще на день рождения. Мне люди что подарят на день рождения? Туалетную бумагу или, может быть, лист А4? Потому что все будет стоить, как почка, блядь. Находишь торговые центры. Это как, знаете, этот дом с призраками. У меня начинается истерия. Я не знала, что меня БУПП сблокировали. Чего? БУПП сблокировали. Это мне не интересует? Я не знала этого. Знала, не знала. Мне это не интересует. Я не знала. Выходи. Я не знала. Я не знала. Выберите руки. Я тебе сразу сразу вылетишь отсюда. А вот и капсула времени, оставленная Путиным себе. А лириархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства. Это тот случай, когда и у нас, и на Украине описывается несколькими словами. Кому война, а кому мать родная. Вот это первая причина. Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике. Виноват и не они. Виноват внешний агрессор. Вашему вниманию эмблема 4-й полицейской моторизированной дивизии СС. А вот и агитки, которые раздают в Мелитон. И для сравнения, немецкие агитки времен Второй мировой войны. Поставьте на паузу и почитайте. Главное управление Министерства обороны Украины сообщает, что у сбитых летчиков не раскрываются парашюты после катапультирования. Знакомьтесь, призрак Москвы. Уничтожил экономику России всего за одну неделю. Российский оккупант так хотел сдаться в плен украинцам, что сдал не только свое оружие, но и форму. Поэтому на допросе СБУ он сидит в свадебном костюме, который из сострадания ему дали украинцы. За нами никто не вернулся, на связь никто не выходил. Мирное население дало понять, что либо вы уходите, либо нам будет плохо. Соответственно, я принял решение оставить трал, и посадил личный состав БТР, и мы поехали дальше. Нас заблокировали по дороге, загнали в болото, где БТР застрял. Сам выехать не смог, я принял решение сжечь БТР. Ну и короночка от Лаврова. Ну и что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны, на другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Тот, кто опубликовал сегодня этот текст, министр иностранных дел Лавров. Цель специальной военной операции России остановить любую войну, которая может начаться на территории Украины или начаться оттуда. Посольство России в Лондоне, которое ретвитно у МИД России. Напомню российским дипломатам, что в Лондоне в случае необходимости в ментальной помощи можно звонить по телефону Национальной службы здравоохранения. 1-1-1. ФСБ сдают позиции кадыровцев. Слава Украине! Живе Беларусь! Нет войне! Слава Украине!